Металлоискатель ГАРА ТС-250 Сейчас мы проведем сборку и разборку металлоискателя ГАРА ТС-250 и вы убедитесь, что это чрезвычайно просто. Первый этап сборки этого металлоискателя можно назвать самым сложным. Почему? Потому что если вся сборка очень простая, то установка прокладок в нижнюю штангу это операция, которую нужно сделать тщательно. Она тоже простая, но нужно постараться, чтобы прокладки встали у вас на место, очень точно не торчали, не перекашивались. В углублении, подготовленном для прокладки, имеется три шпинка, а в самой прокладке три отверстия. Их надо тщательным образом соединить и утопить эту прокладку, чтобы она равномерно установилась в своем углублении. Видите, как получилось? Все ровно. Точно так же устанавливаем вторую прокладку. Аккуратно выравниваем. Почему это надо делать очень тщательно? Потому что если прокладки будут перекошены, в дальнейшем они подвергнутся повышенному износу и, соответственно, вам придется их заменить. Зачем лишние хлопоты? На втором этапе мы присоединяем нижнюю штангу к проушенному катушку. Для этого, аккуратно покачивая штангу, вставляем ее между проушенными и вставляем туда пластиковый болт. Так же можно аккуратно покачивать штангу, чтобы болт легко прошел. Далее закрепляем соединение при помощи пластиковой дайки. Затягиваем его, но затягиваем исключительно руками. Нельзя делать этого при помощи специальных приспособлений типа пассатиш. Вы можете просто повредить сам болт или гайку. Затягивать нужно таким образом, чтобы катушка перемещалась относительно штанги с некоторым натягом. Но разные поисковики используют разные степени затяжки в своем поиске. Кому-то, наоборот, нравится, чтобы катушка свободно вращалась относительно нижней штанги. Кому-то, наоборот, чтобы она жестко была. Кому-то нужно нечто среднее. Это вы сами по себе уже отрегулируете в поле или в лесу, где вы будете вести поиск по собственному разумению и желанию. На следующем этапе я выдвигаю среднюю штангу. Выдвигаю ее, поворачиваю так, чтобы отверстия были сбоку. И жду, пока пружинные кнопки не выскочат в соответствующие отверстия. Как видите, на средней штанге расположено много регулировочных отверстий. И, пользуясь ими, вы можете легко подогнать размер металлоискателя под свой рост или комплекцию. Далее я вставляю верхнюю штангу в среднюю. Вставил, сжал пружинные кнопки и продвинул вперед до того момента, пока пружинные кнопки не появятся в соответствующих отверстиях. Конструкция Гаррет С-250 хороша тем, что среднюю штангу можно поворачивать любым образом. Вы не запутаетесь и ничего не перепутаете. То есть, вот эти вот крайние отверстия, они совпадают для того, чтобы можно было закрепить верхнюю штангу тем или иным концом. Следующий этап также очень важен. Это обмотка кабеля катушки вокруг штанги. Обращаю ваше внимание, что первый виток кабеля должен быть обязательно сверху штанги. Не под ней, а сверху. Для чего это делается? Если вы кабель заправите снизу, он пойдет на излом и очень быстро катушка выйдет из строя. Поэтому только сверху. И второй момент. Это первый виток кабеля нужно делать свободным. Почему? Потому что катушка в процессе поиска перемещается. И если мы его натянем, то в какой-то момент можно просто вырвать кабель из катушки. Поэтому следите за этим обязательно. Нужно обязательно оставлять вот такой небольшой напуск. Ну и далее все просто. Можно наматывать так. Можно наматывать, вращая кабель. Но следите за тем, чтобы вот это вот место было свободным. Вот я оставил этот напуск здесь. Далее спокойно обматываем кабель. И так же, чтобы он не был в натяг, аккуратно вставляем штыкер в приемное гнездо, пользуясь маркером. Здесь не запутайтесь, все очень просто. Вставили и окончательно зафиксировали соединение при помощи резьбовой дайки. Металлоискатель ГАРА ТС-250 у нас собран. Прелесть в том, что в комплект поставки этого металлоискателя уже входят 4 пальчиковые батареи, расположенные в батарейном отсеке. Поэтому сразу после покупки этого металлоискателя вы, в принципе, можете отправляться на поиск. Ну а мы с вами проверим, насколько правильно мы собрали этот металлоискатель. И включим его. Металлоискатель собран и готов к работе. Выключаем. Выключили. И сейчас мы с вами совершим разборку этого металлоискателя, что произойдет в обратном порядке. Откручиваем резьбовую гайку, вытаскиваем штыкер и аккуратно разматываем кабель катушки. Делать это можно разными способами. Опять же, я делаю это вот так, вращая металлоискатель. Далее отсоединяем верхнюю штангу от средней. Для этого сжимаем пружинные кнопки, слегка поворачиваем в сторону верхнюю штангу и вытаскиваем ее из зацепления. Далее мы можем, в принципе, разобрать все. Давайте сделаем так. Мы разберем сейчас все. Но металлоискатель Гаррет С-250 хорош чем? Тем, что верхнюю и нижнюю штангу вытаскивать друг из друга не нужно. Вот смотрите, что я сделал. Я сжал пружинные кнопки, повернул штангу и опустил ее до конца. Она чуть-чуть короче нижней штанги, поэтому получается очень компактно все. И я хочу сказать, что вот этот узел, который у нас получился, это средняя штанга, нижняя штанга и катушка, большинство поисковиков не разбирают. И я тоже советую не разбирать. Особенно это касается вот этого нижнего соединения с катушкой. Почему? Каждый раз разбирая-собирая, вы также подвергаете этот узел лишним нагрузкам, изнашиваются прокладки и так далее. Поэтому если есть возможность транспортирования металлоискателя без разборки этого узла, лучше не разбирать. Можно для транспортировки еще как сократить линейный размер. Это вот таким образом сложить катушку. Но если все-таки есть необходимость разобрать этот узел, допустим, вы убираете металлоискатель на длительное хранение, то, пожалуйста, все делаем в обратном порядке. Ослабляем гайку, снимаем ее, отсоединяем к болтам. Аккуратно извлекаем болт. Далее, очень важно, не выдергивать штангу, а вот легкими покачиваниями ее вот так вот из зацепления вывести. Вот, собственно, и все. Таким образом мы с вами собрали и разобрали металлоискатель Гаррет Айс-250. Гаррет Айс-250